Всех приветствую! Сегодня я хочу немного рассказать о своем опыте эксплуатации телескопической мачты с лебедкой для R-140. Недорого купить мне удалось далеко не новую мачту, которая, как сказал продавец, пролежала во дворе его дачи около 15 лет в земле. Мачту я не разбирал, а всего лишь смазан шприцом через пресс масленки. Использовал смазку согласно инструкции C1-201. Кстати, к радости, данная мачта состоит из 9 колен. Таким образом, она может выдвигаться на высоту до 15 метров. Но я пока поднимал антенну только на 12, так как кабель еще короткий. Вес мачты около 90 кг, поэтому решил сделать для нее добротное основание и два уровня оттяжек. На одном уровне для оттяжек использовал тросик диаметром 5 мм, на втором 4 мм. В инструкции и на самой мачте указано, что разворачивать мачту без антенны нельзя. Вес антенны должен быть не менее 10 кг. Это для того, чтобы при сворачивании колен мачты тросик и механизмы внутри были под нагрузкой, в избежание поломки. Но моя калинярная антенна ОПЕК-300 весит всего 3 кг. Поэтому на верхушке мачты закрепил еще один тонкий тросик, чтобы при сворачивании мачты одной рукой тянуть за него вниз, тем самым создавая нужную нагрузку. Для крепления оттяжек на земле сделал колье из железного уголка длиной 70 см, вбил примерно под углом 50 градусов и натянул оттяжки при помощи толрепов. Кстати, в руководстве по эксплуатации сказано, что оттяжки верхнего уровня сильно натягивать не нужно. Я и не стал. Установил я мачту на бетонное основание. Выкопал квадратную яму в грунте 60 на 60 см и глубиной 50 см, скрепил арматуру и залил цементным раствором. Ушло 12 мешков смеси, то есть масса бетонного основания немногим больше 300 кг. Про добротный стакан, сваренный из пластины обрезка трубы для крепления самой мачты к основанию, расскажу чуть подробнее. Эту часть мне изготовили и привезли аж из столицы большие специалисты сварочных работ высшего разряда. Так как диаметр стандартной железной трубы был 159 мм, а диаметр ствола мачты 130, опытные сварщики решили сделать два вкладыша сверху и снизу по 10 см внутрь, чтобы мачта не болталась из стороны сторон в стакане. Тем самым отверстия в трубе получились равными 132-134 мм. Как они так аккуратно все это сварили, я ума не приложу. Сергей Штырков, спасибо за проделанную работу тебе. К бетонной площадке всю металлоконструкцию я прижал большими гайками на 22. Все железо, кроме закладной, покрыл грунтом и покрасил сверху. Саму мачту не стал. Ствол мачты плотно вставился внутрь, но естественно остался небольшой люфт. За счет вставок получился нужный внутренний диаметр трубы. Чтобы накрепко и по уровню вертикально закрепить мачту, к трубе были приварены по три гайки сверху и снизу, под болты. Затягивая их поочередно, я добился жесткого крепления всей конструкции. Во завершение сделал заземление мачты. Вбил арматуру на глубину 2,8 м. Мы развернули мачту с антенной. День подходит к концу. Сейчас начинаем проводить сеансы радиосвязи. Всем-всем-всем на чистоте. Здесь Ульяна Барис-3, Татьяна Леонид Сергей. Всем-всем-всем прием. В-3 ТЛС. Здесь радио тройка. Татьяна Михаил Николай. На приеме. Да, привет, Александр, привет. На шесть делений сейчас тебя слышу. Ты сейчас на двойке в прямом мы с тобой канале-то разговариваем? Нет, я работаю через помощника. Слышу, отлично. Часть 7. Но очень разборчиво. На приеме. Отлично, отлично. А давай попробуем на прямую. Попробуешь? Сейчас на сколько будет разница. Сейчас, сейчас я попробую на прямую слушать. Видимо, не добиваю. Только через помощник. Да, да, Саш. Похоже, что я тут суммодав открывал, но я разобрать ничего не мог. Совсем. Да, видимо, через помощника только. А, ну, все. Как говорится, там кинает. Принимаем Ивановское репито. Первый раз слышу здесь его. На три деления, да. УБ-3 ТМЦ, прием. УБ-3 ТМЦ, здесь УБ-3 ТМЦ. Володя, добрый вечер, прием. Добрый-добрый, Николай. Блин, тебя шикарно слышно. Ты на свою ЕСУ, я так понимаю, да, разговариваешь? Или нет? Или на ТИВАЙТИ? Апортативку покажут. ТИВАЙТИ будет по поясе. Гулиш, к концу месяца. На сентябре у нас первый этап закончен. На днях протянули кабель по стене дома в квартиры на чердак. И там смотанная бухта 30 метров лежит. Ждет дальнейшего прокладывания на приеме. Понятно. Ну, вот тембр хороший, очень, конечно. Очень здорово тебя слышно. А Дэндикс здесь? Леш, Дэндикс, Дэндикс, Минолти. Дэндикс, Минолти. ОБ-3 ТМЦ, я Дэндикс, прием, прием. Да, привет, привет. Леш, слушай, а давай с тобой попробуем тоже на прямом? А ты потому что тоже, я так понимаю, через помощника, да? Нет, нет, я на прямом и 50 ватт. Слушка, ну я тебя на 4 делье не слышу. То есть слышу тоже чисто, в общем-то, ну, очень устойчиво, очень хорошо. Да, да, принято. Ну, ты у меня при открытом Шамадаве на троечку. Слышно тебя на троечку, а в очередь хорошая. Вот, большой шумок, а по шкалометру 0.5. Ясно, принято. ОБ-3 ТЛС, РПЖЦР на приеме. Ну, Виталий, тебя, конечно, тут вообще, то есть ты зашкаливаешь у меня, идешь, всех громче. Да, Владимир, принято, тоже принимаю вас, 5-9 плюс 20. Ну, да, расстояние у нас небольшое. Слышно вас отлично. Вот, Виталий, город Вязники, на приеме. Все, отлично, отлично, спасибо, спасибо большое. Ну, мы с тобой, я так понимаю, в прямом, да, канале сейчас с тобой беседуем, да? Да, конечно, конечно, прямой канал. Ну, я могу, в принципе, попробовать через попугая вызвать. Послушайте, как там меня будете принимать. На приеме. А, давай, давай, давай. ОБ-3 ТЛС, РПЖЦР, работаю через помощника на приеме. Да, здесь полшкалы, полшкалы, ну и более гулкий звук такой. Здесь, конечно, похуже гораздо. Да, принято, принято. Ну, вот опять прямой канал. Ну, а там получается, что, сигнал сначала от меня летит до нижнего, потом с нижнего обратно к вам. То есть тут вообще он преодолевает практически 200 километров туда-обратно. Ну, между нами нету смысла, мы через помощника общаться в новом канале. Друг друга слышим, отлично. ОБ-3 ТЛС, РПЖЦР, на приеме. Да, хорошо, спасибо. Сейчас камеру просмотрю, что там получилось. Да, все, ребят, всем спасибо. Роман-3, Тамара Харитонова, Краткий. Р-3, ТХ-ЙОТ, ОБ-3 ТЛЕ-11, добрый вечер. Слышу тебя, изумительно. Время 23 часа, антенна у нас стоит, ее отсюда нифига не видно, но мы очень со многими связались, и мы слышим Ивановский репитер. Слышу, что ты передаешь, разобрать не могу, прием. Вот зато я тебя сейчас принял на два деления, что ты меня не разобрал. Вот такие волны, вот такие волны, что видишь, то есть связь, то нет, прием. Все, короче, мы выключаем. Вал, и спокойно ночи за 7-3, пока. Да, все, спасибо, Дим, спасибо, Леш, все, пока-пока. Ну что, подводя итоги вчерашних вечерних сеансов радиосвязи Мы связались с Ренатом, Р-3ТХОЙОТ, Виталий, Р-5ЖЦР, Николай, УБ-3ТМЦ, Дмитрий, УБ-3ТЛТ Ребята, радиоклуб, ставьте выше свои антенны, будем лучше слышать друг друга Потому что у меня условия здесь очень сложные, между нами огромный холм И калинярная антенна ОПЕК-300 срабатывает хорошо Но мы будем ставить на будущий год уже направленную антенну Всем привет!